Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмили и у нас с вами, как вы уже понимаете, очередной мукбанг с моей любимой пастой и с сердечками. Сердечки я просто обожаю куриные, но их отдельно почему-то не продают, поэтому приходится покупать вместе с печенкой. Печенку у нас кушает Виксик, я ее обязательно варю для него, а сердечки, естественно, достаются мне. Вот, и вот приготовила такую пасту, и минус, кстати, пасты, обычно я покупаю лапшу другую, и в этот раз в магазине этой лапши не было, пришлось взять другую от Роллтон. И она как-то странно себя вела при варке, и получилось как-то вот так. Но очень вкусно, правда, внешний вид оставляет, желает лучшего. Дальше у нас здесь брокколи, моя любимая колбаска, сервелат, я ее просто обожаю. Йогурт, а здесь у нас авокадо и болгарский перец. Авокадо в последнее время я покупаю на завтраке. Настолько авокадо пропиарили в инстаграме. Смотрю, у всех завтраки только с авокадом. Сначала его не любила, но сейчас уже в последнее время очень мне нравится. Не только как бутерброды его кушаем. А вот так вот в закуску. Так даже вкуснее. Хочу вам сказать не очень радостную новость. Скорее всего, видео будут выходить реже. Реже, чем обычно, потому что у меня появилась новая работа. Я сейчас не хочу распространяться на тему, что это. Как это все устроено и так далее. Вот. Об этом говорить мне не хочется. Но хочется и дальше покупать квартиры. Не знаю. Развиваться, хорошо жить. За это нельзя меня осуждать. Но ни в коем случае я свой канал не бросаю. Видео обязательно будут выходить. Просто мне не хочется, чтобы вы думали, что я бездельничаю, ничего не делаю. Просто лежу на кровати и не снимаю для вас контент. Именно из-за этого я вам говорю о том, что у меня появилась работа. Я почему-то до последнего надеялась, что ситуация на ютюбе, на русскоязычном, как-то исправится. Но я вижу, что это не происходит. Мне почему-то кажется, что в ближайшие, не знаю, 5-10 лет все будет по-прежнему. И это моя отдушина. Я безумно люблю снимать мупанки, снимать контент. И я буду продолжать это делать. Просто, наверное, не так часто. То есть где-то в неделю 2 видео. Короче, ничего обещать не хочу. Посмотрим, как получится. Но снимать я обязательно буду. Тем более, скоро мы поедем в деревню. В деревне у меня просто такой вайб. Мне прям хочется снимать абсолютно все. Именно влоги мне охота снимать в деревне. Потому что мы будем печь там хлеб. А хлеб печется не в духовке. Мне почему-то кажется, что там все интересно. Мы собираемся ковры мыть. Раньше, кстати, у нас в деревне не было воды. Теперь вода есть. И мы хотим помыть ковры. В общем, все, что мы там будем делать, обязательно я буду вам снимать, показывать. Просто мы хотим, чтобы погода стала лучше. Потом уже поехать. Потому что, несмотря на то, что май, все равно не жарко. Обычно у нас, знаете, в мае уже прям жара стоит. Но в этом году что-то прям холодно. И мне кажется, будет потом резко жарко. Обычно так бывает. Какая же все-таки вкусная лапша. Но выглядит не очень согласно. То есть, если к вам соберутся гости, то готовить эту лапшу не советую. Чуть не забыла, я же поставила опросник в инстаграм. Худею-худею, но мне кажется, что я все равно толстая. Это болезнь. К сожалению, вы не указали ваш рост, вес и какие у вас параметры. Но у меня был период в жизни, вот я была склонна к полноте. Похудеть меня очень мотивировали, во-первых, магазины. Во-вторых, мой родной брат, который постоянно меня обсирал. Сейчас, если честно, я благодарна ему. Если бы не его эти слова, то, возможно, тогда я бы не похудела. И сейчас я бы не была в этой форме. Сейчас я чуток набрала 2 килограмма. Но у меня, знаете, то вес падает, то я опять набираю чуть-чуть. С тех пор, по сегодняшний день, я не сидела на диетах. Вообще, мне кажется, никого не надо слушать. Вот мне мама говорит постоянно, что мне надо набрать. А я не хочу. Постоянно мама пытается по вечерам готовить что-то вкусное, чтобы я поела. Когда я поправляюсь, с лица я становлюсь намного симпатичнее. Носик кажется гораздо меньше. То есть, черты лица кажутся такими утонченными, классными, но тело-то мне не нравится. У меня появляется животик, бока. Это меня не устраивает. Поэтому, если вам кажется, что вы полненькая и вам некомфортно в своем теле, опять же, то обязательно нужно худеть. Лучше совмещать, конечно же, диету и тренировки. Но в моем случае это была жесткая диета. Мне повезло. Как-то все обошлось. Я очень резко похудела. По-моему, за месяц или чуть больше месяца ней, наверное, за 40 я скинула 10-13 килограмм. Причем первые где-то 3 килограмма ушли за первые два дня. Вот. И сейчас я безумно счастлива себя чувствую в своем весе. Мама говорит, что вот тебе надо весить 57. Но мне-то этого не хочется. Даже чуть-чуть я набрала. Все. Мне уже не нравится, как я выгляжу. Так что самое главное нравится себе. Если у вас лишний вес, но вам комфортно, вам все нравится, но окружающие люди постоянно вас тюкают этим. Особенно, если ваш молодой человек видит в вас недостатки. Сразу просто нужно такого человека посылать. потому что человек, который недоволен вами, конечно, в пределах разумного и очень жестко выражает свое мнение, пытается вас как-то принизить и оскорбить. Так я сразу мимо. Я однажды была на свидании. Это было первое и последнее свидание с этим молодым человеком. И, в общем, на этом свидании это было лето. У меня был очень аккуратный красный гель-лак, но он отрос, и это было немножко заметно. И когда мы гуляли, этот молодой человек мне говорит, у тебя так отрос маникюр. То есть, он не высмеял это, но мне было неприятно это замечание на первом свидании. Возможно, я слишком самовлюбленная и считаю себя такой классной. Вот. Но вот это вот слово было ключевым. Я сказала, что извини, ты что-то мне не понравился. У меня как-то не зажглось. Вообще, я считаю, что мужчина не должен сильно лезть в женское пространство. Например, делать замечание по поводу твоего внешнего вида, например, это не сочетается с этим. Под эти кроссовки надо было одеть что-то другое. Заткнись. Я же не лезу в твои дела. Так что не люблю я это. Мужчина должен оставаться мужчиной. Вот какие-то бабские мужчины мне не нравятся. Что нравится и не нравится в Азербайджане? Не нравится то, что некоторые мировые бренды у нас стоят гораздо дороже. мне это очень не нравится. Но хорошо, что они хотя бы есть. Прям сильная разница. Процентов так на 40. Например, косметичка Victoria's Secret здесь в магазинах стоит ровно в два раза дороже, чем на официальном сайте. Я, конечно, понимаю, что она может стоить на 10% дороже, на 20%, ну максимум на 30%. Но когда разница в два раза, это просто жесть. даже не хочется покупать. Вот это мне очень не нравится. Возможно, это связано с нашими налоговыми пошлинами. Те же айфоны. сильно дороже. Учитывая наши зарплаты и цены на все эти бренды, ужас. Огромная просто разница. А что мне нравится? Мне очень много всего нравится. Я очень люблю свою родину. Прежде всего, мне очень нравятся люди. хотелось бы, конечно, чтобы люди были более толерантнее. хлеба. Но что есть, то есть. Как-то маловато было. Почувствовали вы это или нет? следующий вопрос. Ахмедова 21 передаю тебе огромный привет. Нет желания поменять прическу или постричь волосы? Постричь волосы нет желания. Сколько себя помню, у меня длинные волосы, я их отращивала. Я очень хотела волосы до попы. долгое время у меня не получалось их отрастить. Единственное, я подумываю над цветом. У меня уже начали сидеть волосы. Это у нас генетически. Мама 18 лет начались первые седые волосы. Сейчас у мамы вся голова белая. Но с одной стороны это красиво. Очень красивый цвет. Я бы с удовольствием в такой цвет бы перекрасилась. Мне кажется, мне не подойдет. То есть не желтый блонд, а именно серый, такой пепельный. Мне бы хотелось. Вы знаете, подростковом периоде я очень много экспериментировала с волосами. Я вспоминаю те времена из своих родителей, например, маму. Несмотря на то, что мне было 13 лет, я была подростком, что только я не делала на голове, и мама абсолютно лояльно к этому относилась. с пониманием. У меня со стороны мамы не было особо никаких запретов. даже мою первую палетку теней, как сейчас помню, от Ruby Rose мне купила мама, когда мне было, я не помню сколько, но я была совсем мелкая, и в моем возрасте никто не красился. Мама, типа, делай, что хочешь. я считаю это правильно. Например, у меня будет дочка, и она будет настолько увлекаться косметикой, как это было со мной. Я смотрела бьюти-блогеров, и мне так хотелось палетку теней, хотя я была маленькая, и мне не по возрасту было вообще смотреть бьюти-блогеров. вообще не по возрасту было, но мама не запрещала, я благодарна за это своей маме, то есть я прожила эти годы так, как я хотела, то есть у меня нету никаких сожалений, что я вот так вот портила свои волосы, я была и блондинкой, была и рыжая, и в черное красилась. Мне особо не надо было маму уговаривать, каждый человек в подростковом периоде должен чем-то увлекаться. Кто-то там сидит ютубчик смотрит, кто-то на улице, кто-то курит, гуляет с мальчиками, то есть по-любому подросток должен чем-то увлекаться в этот период, и мое увлечение как раз таки было косметикой, я вот чуть-чуть подкрашивала там глазки, приходила в школу, все меня такие спрашивают, разрешают краситься, я такая да, мама сама мне купила палетку, сказала, сделай что хочешь, то есть мама меня как девочка девочку очень хорошо понимала, сказать честно, просто просто кушать брокколи, я не очень люблю, брокколи я ем с чем-то вот так как травоядная неохота какой йогурт какие фильмы и сериалы предпочитаешь смотреть сейчас у меня периодами сейчас уже знаете бьюти-блокеров я не так часто смотрю на самом деле я очень люблю дом 2 но вот новые серии мне не особо интересны то ли участники какие-то другие стали ну и вот с удовольствием смотрю старые серии девчонки там выкладывают в ютуб я кстати когда смотрю в ютубе видео всегда стараюсь смотреть рекламу я потому что как блогер я понимаю насколько это важно для русскоязычного блогера который находит этот материал склеивает вместе выкладывает эти старые серии дома 2 я как человек в стране в которой есть монетизация всегда смотрю рекламу тем самым благодарю блогера то есть как бы я ни в коем случае не мотивирую вас сейчас это делать просто я понимаю что у меня в руках есть эта возможность у других например нет девчонка там одна есть я не помню как ее канал назывался но я думаю что вам даже не интересен дом 2 ну в общем и она короче старые ролики выкладывает прям склеивает вместе делает обложки и это реально огромный труд я с удовольствием просто смотрю старый дом 2 на этом все огромное спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки и подписываться всех люблю пока